добро пожаловать на канал hard reset info дорогие друзья наконец-то у нас появился iphone 13 pro max у нас была прошка был 13 был мини все разобрали все посмотрели и наконец-то доехала сама прошка немножко опоздали с обзором и с распаковочкой но ничего страшного все на спокойно посмотрим итак открываем пломбы с нашего айфона отрываем их и будем смотреть на телефончик мне 13 господи какой же он красивый это невероятный цвет у нас прошка в другом цвете обычно помню какая точно я распаковку на нее не записывал но это шикарный цвет боже ты самый красивый телефон который когда-либо видел это очень красиво он невероятно тяжелый он очень сильно отличается в плане веса от обычной прошки это точно но в принципе и больше справедливости ради здесь 160 на 78 миллиметров то есть это 6 и 33 дюйма то есть это капец как много это большой телефон это варь итак давайте мы его запустим в руке сидит в руке сидит достаточно удобно я не знаю как у них это получается сделать такую лопату потому что это лопат по-другому это назовешь ну давайте по-честному это гребаная лопата он огромный но при этом в руке сидит удобно скорее всего из-за своих острых граней очень сильно отличается очень сильно ощущается отличие между гранями боковыми гранями iphone 13 про ну и про макса и обычной тренажки я когда держал прошку обычную тренажку я не мог понять каким образом они могут отличаться но казалось там просто просто в обычной тренажки алюминий а здесь сталь как они называют настоящая хирургическая нержавеющая сталь ну собственно так оно и есть но звучит просто пафосно такс ну слушайте выглядит конечно это блок камер просто невероятно большим правда здорово поэтому комплект нет смысла никакого обозревать вот собственно кабель lightning на си lightning на си да lightning на юсб си кабель и документации все больше ничего нас в коробочке нет тоже традиция это сейчас уже все так делают и так ну что вам сказать ребята телефон конечно телефон конечно огромный обычная прошка мне очень сильно понравилась именно своими размерами это невероятно мощный телефон холодный телефон я в него играл когда делали гейм-тест я играл получается полтора часа непрерывно на максимальных настройках графики в call duty и в королевскую битву и в обычную и пабджер убил за полтора часа телефон не нагрелся в принципе немножечко сбавил максимальную яркость но я и так на максимально не играл на просто когда я пытался повысить до максимума у меня не получилось это сделать то есть он мог бы нагреться но он не нагрелся ну iphone немножко схитрил просто ограничил максимальную яркость то есть он сказал что максимальная яркость не может быть прям ультра максимально и за счет этого телефон просто не мог бы сильно нагреться и так не использовать нужно нажать и давай скорее я хочу просто посмотреть на тебя вживую слушайте экран здесь просто какой-то какой-то невменяемый вам конечно этого невозможно увидеть но экран настолько приятно вы себе даже не представляете и яркий но слушайте тут яркость экрана 1000 нит ну а пиковая яркость которая активизируется только так у меня видите он камеру засвечивает а пиковая яркость она активизируется только в определенных случаях в определенных сценариях когда очень яркий свет упасит вам прям по экрану и датчик освещения видеть что слишком ярко и он активизирует яркость до 1200 нит это такая уже предельная яркость этого телефона этого экрана 1000 не то это много это правда много мне некомфортно пользоваться экрана на 1000 нит у меня на ванплассе 800 нит мне его полностью хватает а здесь а здесь 1000 и 1200 даже максим экран здесь 120 герцов это ощущается это правда ощущается хоть и не всегда то есть иногда он подлагивает именно сам экран ну нужно сказать что здесь часто обновление экрана динамическая идет от 10 до 120 герц то есть от 10 до 120 можно принудительно включить 60 герц во всяком случае так можно было сделать на прошке но я уверен что здесь тоже можно но нельзя принудительно включить 120 постоянные кроме того пока что конечно же в приложении приложение не поддерживать 120 герц все кроме айфонов только родные приложения поддерживают поддерживают все 120 герц ну а девелоперы пока что еще просто напросто не успели адаптироваться под это устройство и так фотографии в стиле айфона конечно же желтая оранжевое лицо сейчас у меня будет оранжевым не знаю у кого у нас были тесты камеры тесты сравнения iphone 13-ки обычно давайте вот я просто сделал фото себя на айфончик и сейчас сделаю себя же так только нужно камеру потерять на свой ван пласт конечно же мой ван пласт восьмерка про он вообще два года назад уже почти выше конечно же он и близко не конкурент в плане фото возможностей айфоном но просто так ради примера вот видите тут тут я даже больше оранжевый чем на айфон кстати говоря кстати говоря вот ну что вам сказать айфон можно долго хвалить и долго по критиковать в плане камеры у айфонов есть минусы в плане фотосъемки в плане видеосъемки это нельзя оспаривать тут есть у них у них алгоритмы работать надо не очень как-то приятно что ли в том плане алгоритма обработки они все пытаются сделать более ярким более теплым да это факт это есть но на айфонах можно включить режим raw который работает прямо из оригинального приложения камерой который работает очень хорошо действительно очень хорошо кроме того давайте посмотрим какие у нас есть вообще вот видите apple pro raw можно включить какие у нас есть вообще варианты записи видео у нас есть 4к 30 кадров в секунду 60 кадров в секунду это максимальное качество видео которое он может снимать то есть 4к 60 кадров в секунду это неплохо действительно неплохо показ формата формата в пол это телевизионный формат видео который используется во многих странах европы это нам не нужно hdr hdr видео я эту штуковину заценил ребята это очень эта тема почему потому что он записывает сразу в десяти битах то есть у меня на телефоне я мог запустить 10 бит только и исключительно через приложение фильмы про здесь это используется в стандартном приложении камеры действительно очень хорошо авто выбор частоты кадров вот эту вот тему к сожалению я рекомендую выключить потому что работает невероятно странно во всяком случае на обычной прошке работала работа это невероятно странно ты снимаешь 60 кадров в секунду ты решаешь решил пробежаться еще что то и он именно вот как раз в этот момент решил сбросить частоту кадров и работает это немножечко странно то есть он сбрасывает иногда количество кадров в секунду именно во время съемки видео и вот это уже смотрится странно справедливость ради я начинал снимать видео ну вы в тестах можете посмотреть прошки обычно я начинал снимать в ярком помещении в ярком месте а потом перешел в темный в темном как раз таки месте он сбросил до 30 кадров в секунду что еще у нас здесь есть конечно же сканер кверкодов а замедленное видео вот замедленное видео он снимает только в 1080p и либо 140 120 либо 240 кадров в секунду кроме того вот фотографические стиль у нас появились это есть стандартный насыщенный красочный теплый прохладный они по сути можно сказать зачем это нужно андроиды так понятно дело что делают потому что им нечего делать а а вы зачем apple зачем вы добавили какие-то стили они работают необычным образом то есть обычно как работают фотографические стили работают таким образом что есть фотографии он сверху накидывает просто лут да и все даже не лут а просто фильтр какой-то да а это как раз таки можно назвать лутом потому что он отделяет человека видите посмотрите на кожу этого темненького паренька смотрите видите каждый раз когда я меняю стиль у него не меняется цвет кожи или вот на руки может можете просто смотреть да все вокруг становится холодным например но при этом он практически либо практически либо вообще не меняется я лично вообще не вижу практически разницы а при но при этом ви и видно огромная разница заднего фона то есть он каким-то образом отделяет передний объект ну понятно у него лидар есть можете позволить у него есть возможность такая то есть видите тон вы меняете тон а кожу вообще ни копейки не меняется ну у него есть такая возможность и он отделяет просто объект который вы фотографируете если портретный режим он он определяет объект и отделяет его от заднего фона поэтому это работает хотите стилем могут вами не понравится но во всяком случае работают они не так как фильтр потому что это не фильтр и так ну и конечно же то о чем все говорят говорили это киноэффект штуковина которую я не допонял потому что она работает с помощью алгоритмов и работает она не очень не знаю давайте я попробую снять видео сейчас на обычную камеру что вам просто показать вот сейчас я снимаю себя нахожусь я в офисе все боксе где записываю видосики и что хочу сказать хочу чтобы вы обратили внимание когда я сейчас в это видео покажу что посмотрите на мои волосы он каким-то образом контур все я уже буду показывать вам то есть посмотрите на мои волосы он размывает очень красиво задний фон картинку делать невероятно насыщенный но посмотрите на контуры одежды на края одежды на волосы они по бокам размыты а потом становятся нормальными да размываются а потом становится опять нормальным видите смотрите то есть он это делает не оптически в теории я думал можете позволить сможете позволить в этот раз с лучшими камерами и с разным фокусным расстоянием но к сожалению нет оптически он это не делает хоть в теории должен быть возможность может быть когда-то это и улучшит но пока что это работает программно так как когда-то было на huawei помните там был тоже режим типа разуме себе заднего фона и ай лайф не ай лайф в самой камере была такая возможность это что-то вот у меня же было по 20 по 20 про ну не по мэй 20 про извиняюсь вот там была такая возможность там она работала что могу сказать еще по телефону я думаю что телефон тоже абсолютно холодный сейчас он понятно дело холодный я на нем ничего и не делал но в основном хочу вам сказать эти телефоны действительно не горячие то есть айфоны 12 были очень горячие а вот 13 13 про и это пока не знаю на тренажка 13 про абсолютно холодные телефоны разогреть их просто никак не удается ну ни в какую что ж друзья буду с вами наверное прощаться надеюсь это видео вам хоть капельки понравилось или было хоть чуть полезно давайте я уж там чуть тогда расскажу этот телефон работает на базе процессора а 15 байоник новый процессор от apple 5-минометровый таки прошлый но здесь у нас используется целых 5 графических ядер а кстати это основное отличие прошки от обычного 13 айфона то что здесь используется 5 графических ядер вместо 4 вот ну камеры у нас 3 модуля камеры это 12 мегапикселей ширик то есть самый обычный телефото на 12 мегапикселей и 12 мегапикселей ультраширокоугольный модуль на телефоне появилось много разных возможностей в плане в плане фото и видеосъемки вот смотрите например если вы включаете ультраширокоугольный объектив и начинаете снимать какой-то очень приближенный объект он переключается автоматически в режим макро и вы можете фотографировать ну очень близкие объекты сейчас может не получилось но сейчас немного не получилось но в общем то он это действительно может делать и может делать хорошо всяком случае у обычной крошки получалось а поскольку здесь камера одинаковая то и здесь получится кроме того у нас 12 мегапиксельная селфи камера и что еще у нас есть лидар это 3d то в сенсор который единственный то сенсор который имеет хоть какой-то смысл но все равно от него прям сильно помощи фото видео не ждите единственное что он очень хорошо помогает записи в сканировании территории не знаю можете с помощью некоторых приложений мы обозревали их тоже можете посмотреть можете отсканировать комнату и помещение в котором вы находитесь что где находится а потом из дому там вас спрашивают там ваня куда ты положил там не знаю чайник ты говоришь смотришь такое а чайник находится там под столом в пакете вот и конечно бредовая ситуация вы рисовал но и думаю понимаете что работает неплохо на самом деле неплохо особенно если научиться пользоваться программой это работает очень даже хорошо для профессиональных людей мне кажется быстрее будет просто что-то нарисовать у себя на телефоне нарисовать в программе именно чтобы качественно сделать скан комнаты но с помощью этого лидара и некоторых приложений можно действительно сделать неплохой скан комнаты просто приходится по кому придется по комнате походить минут двадцать чтобы действительно все углы и он правильно сфотографировал окей что еще ну конечно же 5g конечно же 5g и вообще расскажу забавную историю которая не в тему мой телефон ван класс он действительно он в теории должен быть 5g да у меня ван класс 8 pro я живу в кракове работаю в центре кракова собственно сейчас нахожусь на работе и у меня никогда опять же не ловил я думал что мы в кракове поджищу нет приходит iphone я должен был записать видео на прошке как как hotspot включить на нем то есть как включить раздачу вай фай и я я обалдел от того что я не понял как это сделать потому что наши сим-карты они никоим образом он их не котировал то есть если мы вставляли сим-карты которые были у нас они заблокированы естественно просто для примера он говорил что сим-карты не подходит и нельзя было включить hotspot елки-палки придется вставлять свою сим-карту вставил свою сим-карту смотрю iphone ловит 5g обалдел а почему мой не ловит вставил свой сим-карту в свой телефон обратно и уже вставил на телефон на две сим-карты вставил его в слот на сим 1 и он говорит что ух ты братан поздравляю тебя в сети 5g я такой ооо прикольно то есть все это время я ходил просто сим-карты и в слоте для симки номер два а он оказывается не поддерживает 5g в слоте для сим 2 короче такая вот фигня произошла не знаю зачем вам это надо но может быть будет полезно что же на этом уже будет действительно обращаться спасибо большое за просмотр ставьте лайки подписывайтесь всего вам доброго желаю если вы купили себе этот айфон расскажите как он вам вообще мне лично нравится ну серьезно классный телефон большой здоровый лопата но справедливости ради посмотрите с какой я лопатой хожу она конечно поменьше чем это тут сто процентов нет сомнений мой телефон меньше и в руки он все равно удобнее потому что он скруглен что телефон хоть в удобно удобно сидит в руке но из-за того что он квадратный он становится еще более габаритный а мой немного тоньше уже сам по себе то есть телефон он сам по себе немного уже и немного тоньше то есть если в плане толщины смотреть на ну посмотрите есть разница особенно сбоку вот поэтому мой телефон конечно же такой такой форм-фактор в руке будет действительно удобнее это факт но айфон тайфон и это профессиональное устройство в плане максимально профессиональное какое вы можете получить от мобильного устройства то есть фото и видео вы снимать здесь конечно же будете намного лучше вот теперь видите у меня есть raw фото и если я сделаю снимок в raw то это конечно же будет снимок по-настоящему в raw с этим снимком я смогу дальше работать видите все такое серое некрасивое дальше с этим снимком я смогу работать прямо из стандартного приложения галерея то есть я смогу здесь уже сразу доводить его до потенциала то есть прям тут прям в приложение до 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 лучших характеристик мне даже ничего качать дополнительно не нужно для этого хоть и можно на какой-то lightroom скачать он тоже будет работать очень хорошо но в плане деталей в плане всего но iphone тайфон тут нужно это понимать можно критиковать его бесконечно но также бесконечно можно хвалить этом пожалуй буду с вами прощаться вот такой вот телефон по цене почки и до скорых встреч до свидания а